Сталин Сталин Спортсмены знакомятся с городом шахтерской славы Советские люди любят спорт Бокс один из наиболее популярных видов спорта Он развивает в нашей молодежи храбрость, ловкость, настойчивость, волю к победе Соревнования открываются торжественным парадом всех участников Здесь представлены команды вооруженных сил, профсоюзов, трудрезервов, «Динамо», «Спартак» Соревнования открывает представитель комитета по делам физкультуры и спорта при Совете министров СССР товарищ Зыбалов Бонг возвещает о начале встреч на рингах Розыгрыш первенства проводится в два круга В первом круге по каждой из десяти весовых категорий выявляются сильнейшие боксеры На трех рингах одновременно идет борьба за призовые места Борьба идет и днем, и вечером, когда над рингами вспыхивают огни прожектора Сейчас на центральном ринге встречаются чемпион СССР в среднем весе дальневосточник Борис Назаренко и мастер спорта Виктор Беляев Соперник чемпиона боксирует с большим подъемом, борьба обостряется с каждым раундом Борис Назаренко одерживает трудную победу Особый интерес у зрителей вызывает появление на ринге абсолютного чемпиона страны, заслуженного мастера спорта Николая Королева Он быстро добивается победы над спартаковцем Мачульским На ринге чемпион СССР 1950 года мастер спорта Альгердас Шоцикас Его противник боксер Дагельцев Шоцикас оглушает противника серии стремительных ударов Дагельцев вынужден сдаться, не выдержав их двух раундов Шоцикас одерживает победу, как и во всех встречах первого круга, легко без напряжения Здесь в течение трех дней боролись за первые места 200 сильнейших боксеров страны В перерыве между первым и вторым кругом розыгрыша первенства команды производили разбор боев и выезжали на тренировочные прогулки Мастера спорта по приглашению горняков приехали на шахту номер 13, Никополь-Мариупольская Здесь ведут показательный бой боксеры Назаренко и Толстиков От имени коллектива шахты сердечно благодарит гостей за проведенную встречу почетный шахтер Дмитрий Артемович Демин Наступили решающие бои второго круга Звание чемпиона страны 1951 года в наилегчайшем весе Оспаривают мастера спорта Анатолий Булаков, Динамо и Борис Степанов, профсоюза Точными прямыми ударами Булаков ликвидирует попытки Степанова контратаковать его Степанов напорист, он умело отражает атаки чемпионов Булаков от легких и быстрых ударов внезапно переходит к резким сериям Анатолий Булаков после упорной борьбы одерживает заслуженную победу Королев и Шоцикас встречаются в последние годы третий раз Первую встречу выиграл Королев Вторую в состязании сильнейших боксеров СССР весной 1951 года выиграл Шоцикас Поэтому понятно с каким волнением ждали этой решающей встречи и боксеры и зрители Королев начинает бой с стремительными атаками Но Шоцикас хорошо защищается Он встречает противника прямыми ударами Внезапно переходит в контратаке Кто победит? Первый раунд заканчивается с небольшим преимуществом у Шоцикаса Второй раунд Оба соперника заметно активизируются Атакует Шоцикас Ему удаются сильные удары Мгновенно, с необычайной легкостью он увеличивает дистанцию, уходя из зоны досягаемости Королев также применяет защиту без помощи рук На уходах и уклонах Ветерану Ринка хорошо удаются точные удары Но Шоцикас явно опережает его в атак Что даст третий раунд? Шоцикас убедительно демонстрирует свое растущее мастерство Его удары снизу, слева и справа становятся все более частыми и резкими Королев не выдерживает бурного натиска молодого боксера Удар Гонга Возвещает о том, что Альгирдас Шоцикас Вновь завоевывает звание чемпиона страны по боксу в тяжелом весе Победителей первенства СССР по боксу награждают золотыми медалями, алыми майками чемпиона и дипломами Горники Донбасса дарят им именные шахтерские лампочки Первым получает награды чемпион в наилегчайшем весе Анатолий Булахов За них следуют новые чемпионы страны в легчайшем весе Григорий Гарбузов В полулегком Юрий Соколов В легком весе вновь вернулся звание чемпиона Анатолий Грейнер Во втором полусреднем неоднократный чемпион Сергей Щербаков Во втором среднем снова завоевал звание чемпиона Борис Назаренко В полутяжелом весе Юрий Егоров и в тяжелом весе Альбердас Шоцкас Тервенство завоевала команда профсоюзов Ее представителям вручается переходящий приз Наша спортивная молодежь добиваясь новых успехов и достижений Умножает славу советского спорта Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok